МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Персональный акцент». Может ли наша республика стать успешным примером эффективного выстраивания двухвекторной политики в регионе Восточной Европы? Отчасти на этот вопрос ответил президент Молдовы Игорь Дадон, выступив с речью на проходившем на этой неделе в Баку седьмом глобальном форуме «Новая внешняя политика». Игорь Дадон изложил основные положения его стратегии в качестве главы государства по обеспечению сбалансированной внешней политики на основе конституционного принципа постоянного нейтралитета. В частности, отметил, что сегодня лидеры стран должны твердо заявить о неприемлемости дальнейшей эскалации противоречий в мире. «Мы не хотим стать жертвами разного рода недобросовестных сделок. Считаем опасным такое развитие событий, при котором разрушаются сформировавшиеся за десятилетия нормы и правила международных отношений». Иными словами, малые страны не должны становиться разменной монетой в геополитических спорах держав. И если Молдову и дальше представлять в качестве моста между Востоком и Западом, то как удержаться на столь шаткой сегодня геополитической конструкции? Об этом и не только поговорим с нашим гостем, политическим обозревателем Игорем Волнинским. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодняшняя геополитика характеризуется многими факторами. В основном ваши коллеги, которые занимаются аналитикой, утверждают, что сегодня геополитика характеризуется неким таким хаотичным движением политических элит тех или иных стран. И как раз хотелось по этому направлению повести наш разговор. Но раз в начале нашей беседы я затронул тему выступления главы государства Игоря Дадона на седьмом форуме глобальной политики, который проходил в Баку, то вот ваша оценка, во-первых, встреч, проводивших, проведенных президентом страны на площадках этого форума, ваша оценка о его выступлении, и на ваш взгляд, какие вопросы все-таки удалось поднять, может быть вскользь, а может быть и целенаправленно, удалось поднять на этой, в общем-то, довольно значительной площадке, где обсуждались вопросы, пусть очень такого широкого формата, которым мы называем глобальная политика, но тем не менее, как мы это уже поняли на собственном примере, любая турбулентность, которая совершается на уровне глобальных политик, тем так или иначе затрагивает внутренний мир малых стран. Вы знаете, я следил за тем, что происходило в Баку, и в особенности то, что касалось Республики Молдова, и то, что делал президент Дадон в Баку. И если охарактеризовать одним словом то, что сделал президент, то это, скорее всего, самое подтвердающее слово — это последовательность. И когда я говорю о последовательности, я имею в виду тот принцип сбалансированной внешней политики, который президент продвигает, ну, по меньшей мере, в последний год. Во всяком случае, последний год очень активно продвигает этот принцип. И я понимаю, может, моя точка зрения субъективна, но я понимаю, почему президент так делает. Потому что он пытается как бы компенсировать те нехорошие акценты, которые поставили во внешней политике нынешняя правящая партия, нынешняя власть. Ведь Молдова еще никогда не была в таком отношении в плане внешней политики, что она имеет одновременно плохие отношения с Евросоюзом, и они ухудшены, особенно во вторую половину 2018 года, и сохраняются, к сожалению, до сих пор. Да, президент компенсировал своим поведением, своим диалогом, который он имеет постоянно с Владимиром Путиным, президентом России, и с другими официальными лицами в Москве. Но все-таки остается этот оттенок, что Молдова на данном этапе имеет плохие отношения и с Россией, и с Евросоюзом. И президент пытается, пытается, насколько мне видно со стороны, сместить акценты и улучшить положение. И то, что происходило в Баку, тот факт, что президент одновременно встречался и вел хороший диалог и с лидерами стран постсоветского пространства, пространства СНГ, и с представителями стран, которые состоят в Евросоюзе, например, с господином Бойко Борисовым, премьером Болгарии, страна, член Евросоюза. Это было своего рода продолжение той политики, которой президент, вот, например, первый пример, который мне приходит в голову, это саммит франкофонии, который происходил в Ереване, где президент одновременно встречался и вел диалог и с, например, президентом Франции, господином Макроном, и в то же время с лидерами стран постсоветского пространства. То есть мы наблюдаем, как внедряется в жизнь, как внедряется на деле тот принцип сбалансированной внешней политики, о котором говорит президент. Это правильный подход, потому что всем известно, что большую политику делают большие страны, а маленькие страны обречены делать умную политику. К сожалению, Молдова до сих пор не делала умную, не продвигала умную внешнюю политику. И очень хорошо, что президент Додон пытается это компенсировать, потому что в самом деле это может дать хорошие результаты, в том числе и для Молдовы. Ну вот существует утверждение, что сегодняшнее состояние как в политике, так и в экономике, это результат внедрения в нашу жизнь документа, который буквально в мае 2009 года будем отмечать десятилетие. Я говорю о проекте восточного партнерства. Тогда, в 2009 году, был инициирован этот проект, как, наверное, проект, который может привлечь восточноевропейские страны, бывшие республики Советского Союза, привлечь, так сказать, к экономике Евросоюза, сделать ближе, подготовить институты власти, экономику под стандарты Евросоюза. И многим тогда показалось, что этот проект был сделан именно под элитой, которые сформировались на тот момент в этих республиках. У нас в 2009 году мы помним, что происходило. Хотя, в общем-то, за 4 года до этого, даже в программном документе партии коммунистов, которая много лет находилась у власти в тот период, был включен как раз пункт по евроинтеграции. Но в итоге за 10 лет восточного партнерства привести Молдову к такому успешному образцу, наверное, не получилось. Потому что, я смотрю, много было сделано реформ, что в юстиции, что в других отраслях, в институтах власти, управления, даже в средствах массовой информации. Было много внедрено различных изменений, для того, чтобы привести так называемые европейские стандарты. Но, тем не менее, жизнь в республике Молдова не стала лучше, по сравнению, допустим, если уже говорить на языке цифр, по сравнению с теми цифрами, которые экономисты приводили в 2008 и 2009 году. Вот в чем причина, на ваш взгляд, и вот ваш взгляд изнутри, зная, что, в общем-то, наверное, короткие периоды были, ну, практически, так сказать, на коротке с власти. Да, я был, вы совершенно правы, я в тот период занимал должность главного государственного советника, и я непосредственно участвовал в некоторых из этих процессов. Вы совершенно правы, когда утверждаете, что восточное партнерство было запущено, в том числе и под новых лидеров, которые пришли к власти в тот период. Чувствовалось в тот период очень большое стремление, в том числе и некоторых бывших советских республик, ныне независимых государств, вступить, причем очень быстрыми темпами в Евросоюз. Это, конечно, было невозможно. Евросоюз еле-еле отправился в тот период от нового расширения, потому что таких расширений было несколько за последние десятки лет. Евросоюз не мог, не имел возможности, если можно употребить такой термин, поглотить так много новых членов. В хорошем смысле поглотить, конечно, потому что одно дело вступить и совсем другое дело довести новых членов до определенных стандартов. То есть становиться прямыми донорами? Конечно. Мы наблюдаем, который год уже за проблемами, которые создает Евросоюз, и Румыния, и Болгария, которые вступили в Евросоюз, но, видимо, не до конца были подготовлены к этому очень важному процессу. И на тот период, 10 лет назад, чувствовалось, что и Молдова, и Грузия стремится туда, и даже Армения стремилась туда, и другие страны. И поэтому они придумали этот механизм. Кстати, неплохой механизм. С инициативой о внедрении восточного партнерства выступила тогда Польша и Швеция. Эти две страны каким-то образом стали даже своего рода адвокатами, в том числе и Республики Молдовы. Я вспоминаю визиты министров иностранных дел этих стран в Кишиневе, визиты премьер-министра Польши, господина Туска, ныне который возглавляет, занимает одну из ведущих трех должностей в Евросоюзе. То есть было повышенное внимание к Молдове. На первых порах, первое время, Молдова в самом деле сумела пробиться в лидеры в рамках восточного партнерства. И по заслугам, кстати, оценивали успехи Молдовы. И именно благодаря восточному партнерству и тому статусу, лидера, истории успеха, как называли тогда Молдову, удалось очень быстро пройти, в том числе и этапы, которые исходили из подписания соглашения об ассоциации, которые предусматривают, в том числе и создание свободной экономической зоны между Молдовой и Евросоюзом, и подписание безвизового режима. То есть те достижения, которым Молдова добилась в рамках восточного партнерства, сыграли очень большую роль в диалоге между Кишневым и Брусселем. Но впоследствии Молдова, к сожалению, сбавила темпы, а потом и вовсе потеряла тот имидж, который имела изначально, и из истории успеха превратилась, к сожалению, в самом большом позоре. Например, не только в восточном партнерстве, но, я думаю, и для всего Европейского Союза. В Молдове было вложено очень много средств и очень много надежд. Я вспоминаю сейчас об астрономической цифре. 2,6 миллиарда долларов, но здесь не только деньги Евросоюза, здесь были и американские деньги, 262 миллиона долларов, например, в рамках программы «Компакт». Они тоже составляли часть программы «Рефинг Молдова», которая была в марте 2010 года утверждена в Брусселе для Молдовы. Но, по большому счету, очень много средств из этих денег были именно от европейских партнеров, от европейских доноров, непосредственно от Европейского Союза. Да, были деньги, я повторюсь, и от американцев, и от МВФ, почти 600 миллионов там были, но, по большому счету, это были деньги от Евросоюза. Потом, к сожалению, часть этих средств удалось внедрить достаточно эффективно в жизни молдавских граждан. Вот, например, дорога Соротень-Сорока, 93 километра, это самая лучшая дорога в Молдове. Или ирригационные системы. Это все часть программы «Компакт», но в то же время и часть программы «Рефинг Молдова». А потом все это ушло куда-то на второй план. И с момента, когда Молдова уже приобрела статус ассоциированного члена, подписав соглашение об ассоциации, с момента, когда мы получили безвизовый режим, те, которые руководили страной и называли себя европейскими, проевропейскими политиками, демократами, показали свое второе лицо, которое, к сожалению, намного отличалось от первого лица, которое было до 2013 года. Или даже, да, до 2013, где-то так. И тогда на передний план вышли те неполадки, я скажу просто неполадки, связанные с банковской системой, с рейдерскими атаками. Вышло на первый план состояние в юстиции очень плачевное, несмотря на то, что были вложены немалые суммы, в том числе и от европейских партнеров. Вышло на передний план печальный факт, что институты власти являются захваченными в Молдове, что те основные институты власти, которые должны служить интересам граждан, к сожалению, служат интересам политикам. И они вовлечены напрямую в политических разборках и так далее и тому подобное. Вот и тогда Молдова потеряла не только статус, историю успеха в рамках восточного партнерства, но стала самым большим позором, наверное, за всю историю вложений в ближайших соседей со стороны Евросоюза. Ну, не может быть, чтобы, например, вот такой взгляд никак-то не сказался на взаимоотношениях Европейского Союза и в Молдовских властях. Наверняка изменился, будем говорить, диалог и изменились взаимоотношения. Я так понимаю, что и с финансированием у нас проблемы. Теперь из-за того, что там же в Брюсселе стали понимать о том, что они практически помогли либо, во всяком случае, присутствовали, либо при их молчаливом согласии, или, может быть, их пропустительстве. Здесь можно употребить самые разные эпитеты или определения, но, тем не менее, они стали свидетелями тому, что, как вы сказали, Молдова захваченное государство. Это такая уже, знаете, устойчивая формулировка сегодня в политологическом сообществе. И вот, на ваш взгляд, получается, Европейский Союз стоит перед тем, чтобы пересмотреть какие-то свои, будем говорить, взаимоотношения или установки в адрес Молдовы? Или же, в общем-то, наверное, продолжат дальнейшее общение с молдавскими властями, но если продолжат, то как? Знаете, я часто сравниваю Евросоюз, я надеюсь, никого не обижаю этим своим сравнением, с инвестором. Евросоюз — это инвестор. Они инвестировали немалые средства в Молдове. Они не могут просто в определенный момент взять и сказать, вы извините, нас там кинули местные партнеры, и мы оставляем нашу инвестицию на их усмотрение. Они не могут так поступить, исходя из других соображений. За этими инвестициями кто-то в Брюсселе и в Страсбурге ведет прямое... Я не знаю, они как бы... Даже не знаю, какой термин употребить. Учет. Не то что учет, они являются кураторами этого досье. Республика Молдова для них досье, для некоторых европейских чиновников. Они ответственны за те вложения, которые были сделаны в Молдове. От этого, хотя это они говорят, но мы должны прекрасно это понимать, от этого зависит их карьера. Карьера как европейских политиков. И от того, что они потерпели фиаско в Молдове, это может погубить карьеры некоторых европейских политиков. Потому что они следили за происходящим здесь. Они приходили с рекомендациям к органам Евросоюза, к кому... Озлучивали свои доклады на европейской площадке. Конечно, не получается, что они либо сами должны признавать, что были введены в заблуждение молдавскими партнерами, либо они понимали, что здесь происходит, но из каких-то своих соображений сами вводили в заблуждение своих начальников или структуры Евросоюза, перед которыми они отчитывались. То есть это, если можно выразиться опять же термином, которым заимствуем из бизнеса, эти кураторы, они администраторы инвестиций Евросоюза в Молдове. И никакой администратор не может сказать, шеф, извините, я профукал все ваши деньги там в этой инвестиции, все, я чист, давайте все забудем из чистого листа. Нет, никогда этого не будет. Поэтому интерес Евросоюза к Молдове будет и в дальнейшем он есть, он заморожен, если позволите употребить такой термин, он заморожен на данном этапе. А почему он заморожен? Потому что они ждут, позвольте опять же выразиться на языке бизнесменов, они ждут, когда здесь поменяется структура акционариата, когда придут новые акционеры или хотя бы что-то изменится в этой структуре. И тогда они, конечно, попробуют реанимировать, реанимировать свои инвестиции или хотя бы провести объективный анализ, на каком этапе находятся их инвестиции, сколько из них потеряны навсегда и какие можно еще реанимировать. Я подозреваю, что Евросоюз, независимо от того, кто придет в Молдове к власти, это будь то партии, которые объявляют себя проевропейскими, будь то центристские партии, будь то партии на платформе про Молдова, они будут реанимировать свои отношения к Молдове. Но, скорее всего, они более осторожно подойдут уже к Молдове, потому что они здесь обожглись. Они поняли, что не все те партнеры, которые кажутся искренними, они на самом деле таковыми являются. То есть доверие партнеров можно вернуть только лишь ответственным отношениям к делу. Получается так, ведь просто опять с лозунгами, например, мы за европейскую интеграцию или мы за дружбу с Европейским Союзом, сегодня этим уже не копишь, получается, европейских партнеров. Так и есть. И меня очень удивило одно сравнение или одно высказывание, если можно так сказать, одного уважаемого мной человека, который сказал, знаете, для Евросоюза было лучше, когда в Молдове были у власти коммунистов. Он так сказал неофициально и я думаю, что он даже не до конца осознал всю тяжесть своих слов, потому что он потом как бы заикнулся, но я все-таки настоял и спросил, а почему вы так говорите? Он говорит, ну хотя бы те были предсказуемы. Мы знали, что они коммунисты, они заявили об европейской интеграции, но они будут продвигать ее очень осторожно, степенно. Но с другой стороны, пришли на место коммунистов, пришли проевропейские политики, которые заявили, да, мы будем вести Молдову в Евросоюз. Нам показалось, что эти более искренние, более энергичные, более решимы сделать то, что они заявили, а потом оказалось все наоборот. То есть с коммунистами им было легче работать, потому что они знали рамки, до которых коммунисты могут действовать. И они ставили условия таков, вот обязанности, выполняете, тогда мы выполняем свои обязанности. Ну, такой, знаете, наивный романтизм европейских политиков сегодня обернулся и против них. Смотрите, как растет в странах Евросоюза евроскептицизм, потому что понимание того, что расширение Европейского Союза ведет к снижению экономических показателей, к снижению уровня жизни в самих странах Евросоюза, при том даже, ну, вот, очень высоком уровне экономики Европы, которая способна переживать самые разные потрясения сегодня, это признает, что, в общем-то, экономика Евросоюза одна из, в общем-то, сильных в мире и позволяет справляться с самыми разными, так сказать, ударами. Тем не менее, вот, мне кажется, вот этот романтизм сыграл злую шутку как раз с европейскими политиками. Доверчивость довела их к разочарованию, но дело в том, что мы, граждане Молдовы, из-за вот этой доверчивости тоже стали заложниками, а, скорее всего, даже, наверное, жертвами тех прохиндеев от политики, которые довели страну к чему? Да, поглотив огромные средства от Евросоюза, от Соединенных Штатов Америки, в общем-то, построив одну-две дороги и каких-то там один проект показывает, что, ну, в общем-то, нельзя называть историю успеха. Ну, смотрите, хотелось бы еще поговорить о том, в какой трубленности геополитической находится сегодня Республика Молдова. Вот если мы затронули тему Европейского Союза, то сегодня он переживает непростой процесс вот этого затянувшегося развода с Великобританией, Brexit. С одной стороны, вдруг решили развестись, как-то для евроскептиков это, знаете, как-то стало, ну, смотрите, как бы, второй линкорн военно-морских сил США покидает наши воды и теперь островное государство уже буквально выходит из границ Евросоюза. Но неожиданно процесс затянулся, то есть, получается, что попытка передоговориться, но ведь это удар, опять же, по международным нормам, потому что, ведь если уже было создано какое-то соглашение, которое предусматривает развод, этот развод уже должен, наверное, был случиться, но вдруг решили переиграть. Вот как в этих меняющихся правилах международных игр не потеряться малому государству, такому, как Молдова, потому что, если сегодня мы вдруг договорились с Европейским Союзом, либо, например, с странами СНГ, хотя, в общем-то, ну, как бы, история отношений с СНГ, и, мне кажется, имеют более положительные какие-то премьеры со стороны, например, опять же, Межпарламентской Ассамблеи, СНГ и экономических союзов, там какая-то динамика, ну, или, во всяком случае, положительный тренд есть, там, в общем-то, снижение, то есть, у нас потери отношений с рынками восточных соседей произошли после 2014 года, когда мы так, в общем-то, мне кажется, бездумно сразу стали подписывать 80-страничный документ, не прочитав, чем он грозит молдавской экономике, ну, и, в общем-то, грозит взаимоотношения, опять же, с СНГ, тем не менее, вот, как здесь, вот, опять же, не спотнуться на такой банановой корке, потому что, очень обидно, например, тем же предпринимателям сегодня косить персиковые сады, срубать яблоневые сады, терять плантации, то есть, практически, закапывать землю, плод своего труда, ведь, когда-то, это все было обещано, что мы сможем экспортировать, в итоге все теряем. Знаете, сначала хотелось бы чуть-чуть о Брексите, как не видится то, что происходит в Великобритании после Брексита, это прямое последствие популизма политиков, те политики, которые говорили в Великобритании, что нам лучше выйти из Евросоюза, они всегда говорили гражданам только, сколько сэкономит Великобритания на взносах, на разные типы платежей, которые они делали в рамках Евросоюза, имея определенные обязанности. И они всегда говорили, вот столько-то, миллионов, десятки миллионов, сотни миллионов мы сэкономим, этих денег хватит, чтобы делать то, 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 вот для тебя, потому что ты социально уязвимый, представитель социально уязвимых слоевых вносений, вот для тебя, вот для тебя. И люди на это повелись. Вот куда приводят, ну, скажем так, слова, популист-политиков, слова, которые просто выбрасывают нам ветер в надежде на то, что семиминутная выгода сейчас же появится. Вот это они сделали. Конечно, они создали определенное состояние, определенное состояние в обществе, и когда сам Брексит этот поступил, конечно, люди проголосовали за то, чтобы их страна вышла из Евросоюза, потому что у них это ассоциировалось только с затратами. С определенной нагрузкой, да. Да, да. Потом, когда они увидели, что большинство мировых компаний, международных компаний, которые имели там свои головные офисы, отзывают свои офисы, закрываются рабочие места, что люди уходят с рынка, что воздвигаются новые барьеры на пути торговли, что надо будет платить за то, чтобы продавать в Евросоюз то и то и другое. В смысле, Ирландия одна из первых, начала тревожить в Брексит. Когда они увидели, что Брексит, оказывается, несет в себе определенные проблемы с той же Ирландией, потому что там нужно, ирландцы вовсе не хотели выходить из Евросоюза, что там, скорее всего, понадобится определенный барьер восстановить на территорию острова и так далее и тому подобное. Они увидели, что есть очень много проблем. И тогда они уже пошли назад. И то, что казалось в начале проблемой для Евросоюза, это стало проблемой для самой Великобритании, потому что в Евросоюзе уже свыклись с мыслью, что Великобритания уходит из состава Евросоюза. Они как бы сказали, вот документ, мы согласовали, госпожа Мэй, идите к вашим парламентариям, представьте этот документ. Сколько раз уже госпожа Мэй пытается протолкнуть этот документ и никак ей не удается. Сейчас парламентарии, британские парламентарии говорят, некоторые, лабуристы, например, говорят, а давайте проведем повторное голосование, может, народ уже не хочет выйти из состава Евросоюза. Другие говорят, получается референдум какой-то сиюминутное решение, пусть такое, в общем-то, умноженное на голоса людей, но тогда в ту минуту им хотелось выйти, в эту минуту уже прекратили. Сейчас они имеют полную картину, они видят, что происходит, и они видят, что проблемы, с которыми они сталкиваются, намного больше проблем, чем выгод, как им говорили популистские политики на том этапе. Но уже процесс запущен, и максимум, чего они могут добиться, еще раз отодвинуть эти сроки, но эти сроки до бесконечности не отодвинешь, но отодвинут они до июня месяца, ну, предположим. Скорее всего, европейцы, европейские чиновники не станут терпеть это до бесконечности, и в определенный момент окажется, что Brexit произошел без соглашения, потому что там вопрос ставится, произойдет Brexit с соглашением или без соглашения. То есть в одностороннем порядке захватится шло в балм. Без соглашения последствия будут еще более тяжелыми для Великобритании, и они это понимают. Как они выйдут из этой ситуации, трудно предположить, но на данном этапе это не самая большая проблема для Евросоюза. У Евросоюза есть намного больше проблем, чем Brexit. Больше проблем, чем Brexit, на мой взгляд, это проблема мигрантов. Они все-таки не имеют возможности поглотить в хорошем смысле этого слова ассимилировать такое количество мигрантов. Страны, которые сталкиваются напрямую с потоком мигрантов из Северной Африки, в первую очередь детали, уже говорят открыто. Мы не принимаем, они закрывают порты, курсируют корабли спасательные между Мальтой и других государств. Греция тоже самое. Потом, это не самая большая проблема, даже мигранты не самая большая проблема, и даже не Brexit. Брексит, самая большая проблема, что Евросоюз теряет впервые за многие годы свою локомотиву, которая тащила весь этот состав вперед. До сих пор локомотива Евросоюза была Германия. Сейчас позиции госпожи Меркель, которая была неформальным де-факто лидером Евросоюза, конечно, нету такой должности лидера Евросоюза, но она была неформальным лидером Евросоюза, ее позиции сильно пошатнулись, ей еле-еле удалось добиться нового мандата канцлера в Германии, едя по пути практически фантастического альянса, который никто не мог предположить, что реально он может состояться такой альянс. Ну вот он состоялся, но у госпожи Меркель, ну скажем так, небольшое поле для действия, она для нее сейчас приоритетом становится Германия, не Евросоюз. Господин Макрон попытался занять роль локомотива, который госпожа Меркель вроде бы теряет эту роль, ну и он только появились желтые жилеты. Конечно, он только выступил на передний план европейских событий, как у него дома начались очень большие проблемы, он отказался от этого. Юный канцлер Австрии попытался, Себастьян Курц попытался быстро и он стать политиком европейского значения и потащить чуть-чуть в другую сторону Европу, ну в хорошую сторону, по его мнению, но опять-таки ему это не удалось. То есть у Евросоюза, помимо этих проблем, которые я сказал, есть добавить, что две самые главные экономики Евросоюза входят в рецессию, это уже открыто, это официально объявлено. Ясно, что Евросоюзу сейчас не до расширения, им бы решить проблемы, с которыми они сталкиваются. Поэтому и отношения, я перехожу уже непосредственно к второй части вашего вопроса, и отношения к таким странам, как Молдова, очень и очень осторожны. И создалась уникальная ситуация за годы независимости страны, когда вроде бы все мировые силы, и Россия, и Евросоюз, и США, вроде бы им нужно от Молдовы только одно. давайте у вас будет стабильность, потому что по пруту протекает и граница Евросоюза, и граница НАТО, плюс у них есть проблемы на Украине, им еще не хватало второго очага нестабильности в этом регионе в виде Молдовы. То есть есть уникальная ситуация, когда от Молдовы требуется только одно. Будьте стабильны, обеспечьте стабильность и не создавайте нам дополнительные проблемы. не рвитесь в Евросоюз. Ну вы сами понимаете, господин Юнкер, Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии, в самом начале своего мандата, он так и сказал, не питайте иллюзий, Евросоюз не будет расширяться. Ну может я неправильно его цитирую, но смысл его слов такой был. То есть этот человек очень прагматичен, он представитель Карликового государства, он бывший премьер-министр Люксембурга, он понимает, как никто другой, стремление больших стран войти под большой зонтик безопасности, благополучия и так далее и тому подобное. Но если он это сказал, в том числе обращаясь к маленьким странам, которые толпились в то время у ворот Евросоюза, значит никаких расширений не следует ожидать. Пока Евросоюз не решит свои проблемы с локомотивом, с Брекситом, с мигрантами, с рецессиями главных экономик, ни о каких расширений не может быть и речи. Это понимают и американцы, это понимают и россияне. Поэтому от такой страны, как Молдова, которая сейчас прошла через парламентский выбор, требуется только одно стабильность. И это всех удовлетворит. Получается, в общем-то, вот такая ситуация, быть таким геополитическим мостом, раз шанс, но возможен при международном признании конституционного нейтралитета, в данном случае тогда получается эта модель выстраивается и уже под нее можно подогнать экономическую модель развития, взаимоотношения как с европейскими рынками, так и с традиционными восточными рынками. Молдова уже в экономическом плане уже становится таким мостом. И когда Молдова приобрела статус ассоциированного члена Евросоюза, когда Молдова получила безвизовый режим, когда Молдова получила доступ в рамках соглашения о свободной торговле к рынку Евросоюза, конечно, это ограниченный доступ, но все-таки он и есть этот доступ. К Молдове свой взор начали обращать восточные инвесторы. Они уже начали рассматривать Молдову как мост, как возможный мост, как путь проникновения на европейский рынок. Но почему это не произошло до сих пор на самом деле? Из-за той же коррумпированной судебной власти никакой инвестор не может иметь гарантии, что у него здесь все хорошо будет со своими инвестициями, со своими инвестиционными планами. Из-за той же нестабильности, из-за той же непредсказуемости власти. То есть теоретически мы уже готовы стать таким мостом. Вопрос в практической плоскости, готовы ли мы дать определенные гарантии тем инвесторам, которые хотят воспользоваться этим мостом. И это, по-моему, один из вопросов, на который должна дать ответ будущая власть, независимо от ее окраски. То есть то, что должно сформироваться сейчас на парламентской площадке в результате прошедших парламентских выборов 24 февраля. Интересное замечание, потому что сегодня многие наши сограждане, внимание многих сограждан обращено к тому, что будет сформировано в парламенте, удастся ли партиям договориться о дальнейшем политическом пути республики Молдовы, в какой форме развиваться это будет. И интрига, мне кажется, открыта, никто не знает, никто не готов сегодня делать каких-то открытых прогнозов в этом отношении. И это понятно, потому что кризисы выборов, они, в общем-то, оставляют такое поле деятельности и заявления политических актеров тоже говорит само за себя. Тем не менее, мне кажется, граждане сегодня вот этот запрос на стабильность он продиктован не только извне республики Молдовы, но еще изнутри. Потому что сегодня жить в нестабильной стране это значит стремиться ее покинуть. И, в общем-то, это как раз и говорит статистика, где-то порядка свыше 100 человек ежесуточно, 106 человек ежедневно покидают республику Молдову навсегда. То есть уезжают, вывозят свои семьи, своих детей, своих родителей. И вот потеря самого главного именно человеческого ресурса грозит стране вымиранием. В случае такой аванс, который дается мировым сообществам создать остров стабильности и вы выживете, он может быть нереализован. Так получается? Есть. Самая главная проблема, вы правильно подметили, это исход граждан, уход граждан из страны. Это массовый уход и, к сожалению, он не прекращается наоборот, он уже становится более масштабным. И это связано в том числе и с тем, что люди потеряли веру в завтрашнем дне. Я являюсь руководителем одной компании и моими клиентами являются несколько компаний, которые обращаются к нам, иностранных инвесторов, очень важный аспект, которые обращаются к нам, помогите нам сделать, чтобы наша оферта о тех рабочих местах, которые у нас есть, дошло до граждан. Мы сталкиваемся с ситуацией, если мы до сих пор говорили, что надо создавать рабочие места, сейчас уже сталкиваемся с ситуацией, когда в Волнове есть хорошо оплачиваем рабочие места. Речь идет о зарплатах между 6 и 8 тысячами милей. Я это говорю и с тем, что я сталкиваюсь каждый день, работая с моими клиентами. Есть проблема, ниоткуда взять рабочую силу. И я очень боюсь, что в определенный момент эти инвесторы, это иностранные, крупные инвесторы, имена громкие на весь мир, они скажут, ну до сих пор в Молдове нас привлекала доступная рабочая сила. И квалифицированная, и достаточно, ну не побоюсь этого слова, дешевая, потому что это идет в сравнении с ситуацией других стран. И полилингвизм, мы говорим на низких языках одновременно. Да, и толерантность, потому что это тоже играет огромную роль, потому что любой инвестор учитывает массу факторов, и вот все эти факторы делали Молдову для них привлекательнее. Некоторые инвесторы пришли, некоторые собирались приходить, но для того, чтобы пришли новые, для того, чтобы решить все эти проблемы, которые должны в конечном итоге заставить Молдову сделать шаг вперед, развиваться, мы должны решить самую главную проблему, остановить уход граждан за рубежом. граждане должны понимать, что если они за рубежом получают, например, тысячи евро, они должны там оплачивать и проживание, и за еду, плюс некоторое большинство из них уходят туда и остаются без семьи, распадаются семьи, и так далее, и тому подобное. Нерезонно ли в этом случае... Есть другая налоговая база, опять же, это патенты, это оплата... Если в Молдове будет стабильность, может быть, появится и вера в завтрашнем дне. Появится вера в завтрашнем дне, возможно, уменьшится уход наших граждан за рубежом. Уменьшится уход граждан, это будет означать дополнительные аргументы для инвесторов иностранных прийти в Молдову, а это в конечном итоге будет означать новые налоги в бюджет, это будет означать, что государство будет иметь больше возможностей инвестировать в инфраструктуру, в социальную... Все это взаимосвязано, и мы это должны понимать. Но опять-таки все сводится к одному слову. Где стабильность и где ясные условия для игры, чтобы у людей была вера в завтрашнем дне. Но это протоксальная ситуация. Смотрите, запрос на стабильность, возьмем, так сказать, внешних наших партнеров, которые жажат стабильности Республики Молдова, но одновременно в мире, который сегодня характеризуется хаотичностью и нестабильностью, если попытаться коротко определить полюса сегодня геополитические, на ваш взгляд, где сейчас главные полюса, как они распределены, и где у них есть такие точки напряженности или полюса напряженности этих политических, геополитических игроков? Вы знаете, за последние два десятилетия, или можно даже сказать почти три десятилетия, по большому счету весь этот период охарактеризовался однополярным, геополитическим, политическим миром. То есть доминированием одного игрока? Доминировали США. После окончания Холодной войны, после распада Советского Союза, мы наблюдали постепенную консолидацию позиций США во всем мире. Это был однополярный мир. Многие говорили, что был Евросоюз, но на самом деле Евросоюз стремился к тому же полюсу. Это был долгие годы до появления некоторых разноклазий между Брюкселем и Вашингтоном. Это был все-таки однополярный мир, потому что Евросоюз и США тянули, если можно так сказать, лодку в одну и ту же сторону. Потом воспряла Россия, пережила эти чуть-чуть транзитный переходный период, назовем его так, и началось возвращение России на международную арену. На данном этапе можно сказать, что Россия уже стала вторым сильным игроком. Можно уже говорить о биполярном политическом и геополитическом мире. Конечно, есть и другие претенденты консолидировать свои позиции. Опять нельзя не отметить роль Китая, который все больше и больше, особенно в экономическом плане, пытается свою точку зрения на мировом уровне продвинуть. Есть, конечно, и другие страны. Мне, например, импонирует то, что делает последние годы, я не говорю в плане демократии, внутренних процессов, но в региональном плане, как пытается утвердить свою роль регионального лидера Турция, или как она пытается сблизиться в определенных субъектах с Россией. То есть, здесь тоже чувствуется определенная тенденция. К самостоятельности. Да, Япония делает серьезные шаги тоже. И даже страны, которые до сих пор считаны, что у них нету таких очень серьезных претензий на позиции в мировом плане, они, оказывается, тоже на что-то претендуют. И если они не имеют возможность сами продвинуть свои интересы, мы наблюдаем, как они сближаются с сильными игроками. То есть, сейчас на данном этапе происходят очень сильные изменения. Они, по-моему, продолжатся года еще 4-5. И окончательно сформируется новая конфигурация геополитического мира. Сформируется где-то через 4-5 лет. И нам, конечно, не потерять бы возможность найти свое место. И, конечно, очень здорово. Мне кажется, сегодня мы услышали главное, это именно то, что есть запрос на стабильность в этом регионе, а именно стабильность в Республике Молдова. В общем-то, наверное, один из главных индикаторов, который даст возможность или подтолкнет Республику Молдову к движению вверх. Потому что, мне кажется, войска все время нащупывать дно в течение 30 лет устанет любая страна. Любой гражданин примет для себя одно единственное правильное решение, это покинуть территорию. Самое главное, чтобы транзитный период, переходный период не стал постоянным. Это самое страшное, что может быть, потому что уже несколько поколений растут в Молдове, развиваются, если можно употребить это слово в условиях переходящего периода. А когда он закончится, этот переходящий период? Вот уже скоро 30 лет. Другой жизни не знают, получается. Да, так и есть. Игорь, спасибо вам за этот разговор. Мы только лишь, в общем-то, приоткрыли занавес вот этих глобальных геополитических процессов. Но все-таки, я еще раз повторюсь, главное, а именно запрос на стабильность Республики Молдова, это то, что, в общем-то, должно сегодня звучать и то, что нужно понимать политикам, прежде всего, которые ответственны за свою страну. Будем с удовольствием продолжать наши встречи для того, чтобы раскрывать, может быть, вот эти нюансы, тонкие нюансы геополитических событий, для того, чтобы было понятнее, что происходит в Республике Молдова. Всегда ждем вас в гости. С удовольствием приду. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был политический обозреватель Игорь Волницкий. Оставайтесь с нами, будет интересно, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин